Меня зовут Юрий Чехалов, я работаю в компании Profi.ru, отвечаю за продукт вертикали-ремонт. Четыре года назад, когда мы запускали эту вертикаль, у нас не было понимания, выйдет из этого что-то хорошее или нет, но сейчас это уже такой многомиллионный самостоятельный бизнес, наверное, второй по размеру внутри компании Profi. А для тех, кто может быть не знаком с Profi, Profi это сервис по подбору специалистов. От репетиторов до, собственно, сантехников, мастеров по маникюру. Ну и так далее. До этого я возглавлял компанию Tutorion, это сервис для онлайн-образования. Ну вот про это еще чуть позже скажу. Сегодня я хотел бы поделиться нашим опытом работы на рынке маркетплейсов и кейсами других компаний, про которые я знаю, ну и, собственно, пообщаться на эту тему с вами. Давайте начнем с определений для того, чтобы мы говорили на одном языке. В маркетплейсах всегда есть заказчик, демант, исполнитель, саплай. Ну, место, где они встречаются, это и есть вот такая площадка, маркетплейс. Я буду использовать еще термин end-to-end. Ну, вообще, обычно это классический какой-то бизнес, обычное праздничное, парикмахерское, агентство по подбору нянь. Это офлайновый бизнес, но есть end-to-end маркетплейсы, которые как раз нам интересны. Это сервисы, которые используют логики, собственно, механики маркетплейсов и делают услуги, как-то умудряются делать услуги с качеством даже еще гораздо выше, чем офлайновые бизнесы, и при этом еще и масштабируются. Ну, маркетплейсы можно поделить на маркетплейсы, собственно, товаров и маркетплейсы услуг. Сегодня мы будем в большей степени общаться про маркетплейсы услуг, но те же логики, механики можно в целом применять и для маркетплейсов товаров. Кстати, а кто в зале занимается бизнесом в маркетплейсах, у кого бизнес с этим связан? Да, круто. Будет здорово, если вы тоже поделитесь своими лайфхаками, идеями, кейсами по этой теме. Так что не стесняйтесь, я думаю, что это обогатит нашу презентацию. Давайте поговорим про эволюцию, с чего все начиналось, куда все движется. Такая картина мира. Кто знает этих двух парней? Нет, это автограф фотографа, но это не они. Да. Ну, вполне возможно. А, это, не буду вас мочить, это Craig Newsmaker, основатель Craiglist и Jim Backmaster, TSEO. А кто знает Craiglist? Окей. Ну, для тех, кто не знает, это, наверное, одна из первых досок объявлений, таких больших. Там такая романтическая история про то, что Craig решил, ну, он был разработчиком, решил социализироваться, сделал такой борт, на котором стал, там, знакомиться с другими людьми, общаться, там, продавать какие-то вещи, диваны, там, и так далее. Вот. И все это выросло в такой бизнес, ну, точнее, даже не в бизнес-сервис, с огромной посещаемостью. Сейчас у них, по-моему, там, 50 миллионов уников в месяц. Вот. Но выглядит он очень, скажем так, простенько. Это 98-й год. Вот. И мы говорим про эволюцию. Это 2017-й год. Ну, разницы, разницы. Наверное, есть, кстати, логотип у них вот получше стал. Ну, да, не, ну, какие-то изменения, да, все-таки есть. Окей. Но эволюция… Эволюция происходила вокруг крейк-листа. Уже в 98-м году появился такой сервис E-Lance. Это сервис по поиску фрилансеров. Сейчас его приобрел Upwork. В 2003-м таких сервисов уже было много. Они возникали, уже было несколько, они возникали в разных нишах. Это различные end-to-end-ы, маркетплейсы. В 2008-м году еще больше. В 2013-м уже дофига. И в 2017-м маркетплейсы собой представляют многомиллиардную индустрию. И это очень интересный рынок с точки зрения инвесторов. И маркетплейсы возникают там от каких-то банальных вещей, там мы их все знаем, вызов такси, до очень нишевых историй. Например, есть такая компания, BotSitter, тоже многомиллионный бизнес. Они занимаются, собственно, бронированием лодок, типа Airbnb в мире лодок. Или там всякие сервисы по поиску людей, которые будут выгуливать там мою собачку. Ну и интересно разобраться, собственно, как оно устроено. Вот если взять такую горизонталь качество оказанной услуги, то в начале как раз будут идти доски объявлений. Авито в начале тоже была с такой единой доской. Потом идут вертикальные доски объявлений. Они уже специализируются на каких-то отдельных сегментах. У Авито, кстати, да, Денис, у них же отдельные юниты свои есть. Да, отдельные вертикали. И за счет фокуса на вертикали, естественно, там качество продукта растет, качество оказанной услуги растет. Дальше есть Lead Generation платформы. Ну, профи скорее относятся туда. Они отличаются от вертикальных досок объявлений тем, что они, ну, у них есть какой-то существенный порог входа по отбору сапплая, по менеджменту этого комьюнити. Ну, у всех по-разному, но вот такое отличие. Следующая ступень эволюции, скажем так, это транзакционные сервисы, которые начинают в себя брать деньги. Ну, там самые известные примеры Airbnb, Booking или Getaround. Это такой социальный каршеринг, типа могу пошерить свою машину для кого-нибудь. И фишка этих сервисов, когда они берут деньги, они уже вызывают ощущение у пользователя, что если проблема, то надо разбираться с сервисом. И они как бы уже запоминают больший сервис, воспринимают как исполнителя. Ну, и там финальная ступень, скажем так, эволюции в качестве оказания услуги — это end-to-end. Когда я пользуюсь клином, у меня вообще не возникает желания пользоваться чем-то еще. То есть при высоком качестве ребята даже умудряются снижать стоимость самих услуг. И это такая фантастическая история. Но в любой эволюции важны какие-то начальные условия, в которых может зарождаться жизнь. Давайте разберемся, что необходимо, чтобы Marketplace появлялся на рынке. У кого какие есть идеи? Какие должны, вот что должно сложиться на рынке, чтобы Marketplace начал свою жизнь? Да, спрос, предложение. Но это, наверное, про любой продукт. Баланс этих и этих. Баланс, окей. Не, но на самом деле, чтобы рынок был большой. Рынок был большой, да, да. Но это, наверное, и для других бизнесов свойственно. Ботинки продаешь, круто, если есть большой рынок. Там были мелкие, как ищики. Отличный ответ. Да, я это назвал высокой фрагментацией рынка. Ну, вот такие топ-3 вещи, там, высокий LTV и определиться между большим количеством опций на сервисе либо стандартизацией. Давайте чуть-чуть подробнее на это все посмотрим. Совершенно верно, на рынке должно быть много разрозненных сапплайеров. Там самый яркий пример – это рынок такси. Если говорить про профит, то в большинстве категорий, в которых мы работаем, тоже высокая фрагментация рынка. Но у нас есть кейсы, где мы работали на рынках с низкой фрагментацией, рынок как раз медицинских услуг. И там тоже можно строить маркетплейс, тоже можно делать бизнес. Но это гораздо сложнее, потому что есть сильные, большие игроки, там, отдельные медсети, которым интересно самим продвигать свой бренд. Им там в меньшей степени интересно продвигаться через какой-то агрегатор или там маркетплейс. Ну, и они заинтересованы в том, чтобы ретеншн тоже шел через них. И возникает такой конфликт интересов небольшой, на который нужно потратить много ресурсов, чтобы его преодолеть. Другая важная вещь – высокий LTV. Ну, он может достигаться там двумя способами. Почему это важно? Ну, собственно, там без большого LTV в деньгах у вас не сойдется никакая экономика. Вы не сможете масштабироваться, не сможете стать большими. Первое, что там, вы можете достигать высокого LTV за счет большого количества покупок. И вот профи – это скорее про большое количество покупок. Но у нас есть отдельные вертикали, типа там ремонта квартир, где, конечно, там большой чек. И там второй способ – это как раз работать на рынках с большим чеком. Самый, наверное, известный российский пример – это компания сделана. Вот они делают ремонт квартир под ключ. И они как раз пытаются использовать механики маркетплейсов для того, чтобы построить в этой сфере бизнес. Другая важная история – это определиться между широтой опций и стандартизацией. Вот если сравнить уборщиц на Клине и на профи.рум, можно прийти к выводу, что, вообще говоря, разные аудитории пользуются этими сервисами. Когда вы приходите на Клин, вы можете выбрать количество комнат, мыть вам холодильник, не мыть, окна, еще что-то, и получить конкретную цену. Но вы не сможете, например, найти Клинера для того, чтобы, там, не знаю, помыть, сделать уборку в коттедже или сделать уборку в офисе. Или если вы хотите, там, нанять Клинера на какой-то, не знаю, длительный срок. Ну, то есть, типа, там, как на работу взять. Вот. А если вы придете на профи, вы все это можете сделать. Но, конечно, там не будет такой фиксированной единой цены, не будет вот этих вот заданных сервисом стандартов. Ну, и из этого следует следствие, что, например, в Клине есть такая проблема, когда специалист сговаривается с клиентом на последующей уборке в обход компании. И, ну, ребята с этой проблемой борются, ее решают. А на профи для специалистов это, наоборот, такое, типа, уникальное торговое предложение, что, смотрите, вы получаете клиент, вы платите один раз за него 20%, и потом вы можете с ним продолжать, там, взаимодействовать сколько угодно. Ну, вот в зависимости от модели, в зависимости от того, на какой аудитории фокусируемся, нужно вот между такими опциями выбирать. В Америке есть уже отдельные венчурные фонды, которые специализируются только на маркетплейсах. Интересно, вот как они смотрят на этот рынок, как они его классифицируют. Я с вами сейчас этим поделюсь. Сервисы сгруппированы по таким трем кучкам. Давайте попробуем понять, по какому признаку они сгруппированы, в чем разница. Как вы считаете? Какие есть идеи? По тому же признаку что-то показывало, да? Нет, по-другому. Что еще раз? Шейнг. Ну, экономика шея. Шея, которая не работает. Нет. Ну, да. Да, транзакционные, но они сгруппированы по видам мэтчинга. Есть двусторонний выбор, когда и специалист, и клиент договариваются для того, чтобы сделка состоялась. Есть выбор покупателя, когда он видит стандартизированное предложение и дальше там сам листает, выбирает подходящий вариант. И есть, собственно, ситуация, когда выбирает исполнитель, то есть вы кидаете там заказ, не знаю, вызываете такси, а водитель решает брать этот заказ или нет. И чем интересна эта классификация? Вот если посмотреть на такой параметр, как сделки, то есть успешные сделки, мы это называем в профи закрываемостью, то в зависимости от того типа мэтчинга, который вы используете, будет разный процент сделок. Ну, на досках объявлений, понятное дело, он гораздо меньше, чем тогда, когда выбирает сам покупатель. Если убирает исполнитель, то есть если вы отправляете заказ в Uber, с высокой вероятностью он закроется там, и вы воспользуетесь этой услугой. Другая важная штука – это затраты. Затраты в широком смысле не только финансовые, но и там временные затраты, не знаю, ментальные пользователи на то, чтобы найти себе подходящее решение. Вот в досках объявлений они ложатся в большей степени на покупателя и исполнителя и, ну, совсем чуть-чуть на сервис. Покупатель и исполнитель должны достаточно много проинвестировать, чтобы все случилось. Когда выбирает сам покупатель, ситуация чуть лучше, сервис на себя забирает уже такую функцию модерации, делает какие-то стандарты. Вот Airbnb там отправляет фотографов в снимаемые квартиры. Но по-прежнему еще эти затраты высокие, покупателю нужно там листать эти листинги. Ну и, наконец, в третьей ситуации, когда покупатель и исполнитель практически ничего не вкладывают в то, чтобы сделка состоялась, это берет на себя сервис и здесь затраты скорее это риски, которые берет сервис, если что-то идет не так. То есть если там условно таксист накосячил, вы не будете с ним разбираться, вы напишите плохой отзыв и пусть с этим разбирается Uber, там можете, не знаю, деньги назад потребовать или попросить там еще каких-то условий. Что интересно, как бы можно в зависимости от того, какая у вас модель мэчинга, можно посмотреть, вот как ваш сервис будет себя классифицировать. Я это все решил рассказать сегодня по следующей причине. Шесть лет назад, когда мы запустили сервис Tutorion, для меня это был такой первый большой IT-проект, я его возглавлял и спустя полтора года он закрылся. Мы собрали много ошибок и потом анализируя причины, провалы, я пришел к выводу, что у меня вот не было той картины мира, того понимания, которое есть сейчас. И я им решил поделиться, возможно это повысит шансы на успех вашего сервиса, возможно там где-то сэкономит денег. У меня все, я готов поделиться информацией, то есть на самом деле уже очень много есть всяких интересных штук про маркетплейсы, есть отдельные гайдбуки, отдельные ресерчи, презентация будет доступна. Если есть желание там пообщаться, я собственно буду рад, могу скинуть собственно там в личку все эти гайдбуки. Вот, если есть вопросы, давайте обсудим. Спасибо. То, что вы в вашей компании делаете так, что исполните и платите только один раз, вы это самое ТВ не убиваете? Ну оно у нас другое, к нам возвращается пользователь, ну за счет того, что у нас маркетплейс такой широкий, горизонтальный, пользователь возвращается по другим услугам. А это вы проверяли эти гайдбуки? Ну конечно, у нас есть определенный ретеншн, ну у ЮДУ, сам ТЭК, у них тоже похожая история. А как вы с читерами боретесь? То есть, ну там, обычная проблема маркетплейса, да, что одна из сторон начинает читерить. Да, 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 совершенно. Если там вот, допустим, вот эти стороны, да, то они начинают читерить те и другие. Если там в вашем случае это, наверное, там репетиторы, там и прочее читают там цены, ставят ниже и плачают, что вы делаете? Да, хороший вопрос. Мы называем это фродом. У нас есть даже целая классификация видов фрода как раз по завышению цен, по там, занижению цен для сервиса, чтобы меньше комиссию заплатить или вообще отказ от сделки. Ну, это тяжелая история, то есть, с ней тяжело работать. Что мы используем? Мы используем тайных покупателей, используем, собственно, отзывы самих клиентов. Если есть какой-то фрод по цене, мы это тоже сразу, ну, вылавливаем. Ну, и работаем с базой. Фрод, ну, вот, наверное, так я могу сказать, что за последний год мы этим занимались, и фрод, я цифру называть не буду, но могу сказать, что он снизился в три раза. Вот. За счет вот этих всех мер. Но действительно такая сложность есть. Как измеряете фрод? Его сложно померить, потому что его сложно поймать. Ну, собственно, ты можешь его замерять, например, через тайного покупателя, то есть, ты делаешь, там, условно, фейковые заказы или заказы через клиентов, которые работают по определенной анкетке, и ты вылавливаешь вот во всех этих ситуациях. Там интересная штука. Мы, когда стали разбираться в причинах фрода, мы пришли к выводу, что в большей степени клиент является виновником фрода, потому что мастера, вот они приходят на объект, им сказали, там, что надо сделать, там. Цену чаще всего даже называют. Все понятно, он сделал, забрал деньги, ушел. Ему даже, там, неохота в это все влазить. Но когда клиент с ним начинает торговаться, например, по цене или сам начинает, типа, ну, а что, если вот там как-то по-другому, то мастера на этом ломаются и, собственно, фрод случается. Вот, но, как бы, такая штука еще есть. Клиентов баните? Нет, клиентов не баним. Да, давайте. Штуки вроде Трела, это уже не макетплейс получается вот с этими пауэрапсами, то есть это как, это уже экосистема что-то. А что ты мечтал? Ну, в Трела есть штука пауэрапса, то есть есть сторонние разработчики, которые могут, там, пооперилизовать какое-то, там, дополнение, которое ты можешь встроить в Трела. Оно может быть, там, платное, вроде даже и бесплатное. То есть это можно макетплейс назвать? Ну, я думаю, да, то есть если это внешние разработчики, они, там, решают задачу у клиента через платформу, ну, да, вполне, да, маркетплейс. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.